Кто, как, когда и почему? Чтобы понять логику преступников, в электричках работает специальный отдел под прикрытием. По наблюдениям оперативников в штатском, кражи не происходят спонтанно. Воры тщательно высматривают жертву. Самые привлекательные добычи – нетрезвые люди вечером и сонные утром. Потенциальный преступник подходит к гражданину, трогает его, теребит. В случае, если нет никакой реакции, подсаживается и несколько минут, соответственно, находится рядом с данным гражданином. В случае, если нет никакой реакции, просто элементарно берет имущество гражданина, встает и уходит на близлежащую станцию. Вот так. Прежде чем украсть, преступник несколько раз пройдет по электричке, подойдет к спящему, попробует разбудить невзначай. Работают наверняка, часто группами по 2-3 человека. Так проще изобразить еще один криминальный номер – добрые попутчики. Сообщик начинает помогать потерпевшему гражданину и начинает его оттирать. Я подхожу с правой стороны, также начинаю помогать ему оттираться, говорить, что он весь грязный, при этом выбивая телефон к себе. Телефон выходит, забираем и скрываемся с места преступления. Человек с телефоном или кошельком в заднем кармане брюк – мечта вора. Классика жанра. Преступник во время давки на перроне или в тамбуре залезает в карман жертвы. В момент давки преступник сзади давит на спину потерпевшему, при этом забирает телефон, после чего выходит из тамбура и скрывается с места преступления. Правоохранители составили своеобразный рейтинг криминальных направлений. Абсолютный лидер – Курская ветка. 381 кража в прошлом году. Это больше половины всех краж в электричках за этот период. Кроме того, там рекордное количество нелегальных торговцев и чаще всего курят прямо в поездах. Рязанское направление – второе в списке самых опасных. 500 случаев мелкого хулиганства и 29 грабежей в прошлом году. А пьют чаще всего пассажиры Ярославской линии. 4600 протоколов по статье «Употребление алкоголя в запрещенных местах».